Что ты, сырун, малый? Интересно. В общем, сейчас я буду вот тут вот смывать, потому что тут, где была ниша, вот эта тумба у людей, то они вот тут набелили. Видите, вот это вот это все побелка, на нее нельзя как бы смысла немало жить вот эту вот грунтовку, пока это не смоешь, не соскоблишь, вот, а потом только надо грунтовать, а потом шпаклевать. И тут шпаклевать надо толстым слоем, потому что тут, видите, оно как горбатое вот эта часть. Вот, ее надо немножко подровнять, вот эту часть полностью наложить, потом свести вот с этим. Вот эти вот зашпаклюю ровно вот эти. Эти сюда вставлю уголочек, вот сюда вставлю уголочек и сюда вставлю уголочек. Вот это вот ровно сделаю штуку. Вот. Вот это надо все соскоблить. Вот это вот все. И выше. И смыть. А потом уже грунтовать, вот эти дырки заклею. Вот здесь тоже надо будет все это вышпакливать вот эту часть хорошо, потому что вот это видите, когда такой развод вот это надо еще раз мазнуть, потому что может на обои такая, как полосочка быть хотя обои толстые и вот там добавлю, там яма была большая ну и все, эта стена хорошая это вообще идеально для поклеить обои почухаю потом шпателем чтобы такие, знаете, цяточки вот я говорил, что надо соскоплить вот эти вот такие места есть что где-то, знаете, вот это или гвоздь или что, что-то оно ржавое это можно краской мазнуть, чтобы на обои не проходило вот там тоже есть такие места, надо мазнуть краской тогда, видите, там вот прожукла краска и вот тут вот, что-то такое, знаете это, как из геморроя вылез его надо вот это все вот это почухать надо или подшпаклевать еще одну из двух что ты двигаешь? кабанелло рыжая что ты двигаешь? хода в лоток все нормально лоток нравится ему ремонт нравится, да? нравится тебе ремонт? нравится смотрите, можно, чтобы кисточкой не ялозить можно взять вот такую штучку пульверизатор и вот так вот намочить вот там, где была поделка а потом шпателем аккуратно соскаблить тут аккуратно надо выставить дырки тут электричество вот так вот это соскабливается а потом грунтуется а потом шпаклюется это тоже можно мочить так теперь вот эту стену паутына какая-то страшная 100-летняя 56-го года а где второй маленький шпателем? мне не дай средний где маленький? ну не знаю может Саша забрал да, Батюш? а, ну да, это краска сейчас, ты дожди это не краска, это побелка уже рука была еще 3 штукой жать все, вот тут все чистенько вот здесь сейчас я соскаблю удачи-то вот это все вот это побелка вот это все вот эта вот побелка видите, какой слой вот если ее прогрунтуешь просто оно все равно потом обои могут оттопыриться на стыках это надо соскабливать вот такая штука сама на потолку но я трогать ее не буду вот это гвоздик надо вытянуть гвоздик давай отсюда собака горбатывалась ого гвоздик так 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. под потолок самый вот этот шнур запрячу и там она закроется потолочным плинтусом и все еще хочу вот подумать не знаем не полностью потолок делать вот до сюда или вот тут будем она кость тумба тут не надо натяжной потолок или просто можно полочку такую вставить сюда две полки я думаю туда такую белую тумбу вставить будет полностью так прикрепить ее хорошо к этой стене чтобы полностью была красивая белая тумба а так теперь Эти вышни тоже надо убирать, вот эти штучки, чтобы они не мешали. Играет музыка. 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 Это шпатель, значит, где-то, 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 где-то с оружием. Вот эти места тоже так под шпатель. Видишь, где? А что оно должно быть? Там же камшек где-то есть. А, наверное, шпаклевал другой стороной. Нет, это не камушек, это просто загнуть углы в ту сторону, сейчас я другой стороной переверну шпатель. Ну, пока посмотрим. Да, бачите, с этой стороны не оставляю, потому что шпаклевать надо одной стороной шпателя. Вот так. Все, а это потом... Да это и не надо ревнять, потому что... Оно ровненько, да, уже. Еще там вверху немного надо. Вот. Тут есть. Да, и вверху. То есть, а вот тут слева нету, тут оно ровненько сойдется, иначе ничего не будет. Томас, ты что тут сидишь? Оно ровненько. В целом, не все обрунтовано. Ну, теперь тоже вот так, где ямка добавляешь, оно проглапливается. Тут надо хорошо убрать, что тут домазано, что-то не нравится. Кто хочет под покраску, так это надо будет еще раз шпаклевать уже другой шпаклевкой. Так. Видите, вот здесь. Выключатель надо выровнять, ведь все надо гробать все. Откуда гробать. Вот так как шпаклюю ее, оно и держаться будет. Так. Добирочки сюда. Вот тут тоже такие гарбаты. Вот видите, вот так добавляю сюда раствор. Это у меня прогрунтовано, высохло. Вот так хорошо забиваю в щели туда, чтобы оно заходило, хорошо сцеплялось с этим. Потом вот так вот делаю. Вот. А потом получается вот так вот. Видите как? Вот. Ну, потом это оно подсохнет, и я еще раз хорошенько, так, чтобы, знаете, оно, видите, все такое сырое еще. Я так хорошенько. Ну, тут будет обои наклеивать, тут об наличник будет, но все равно я ровняю. А тут вот накидал большой слой. Вот. Но оно еще подсохнет хорошо, я его подровняю тогда. Вот эту стену хорошо прошелся, она видная. Все вышпаклевал, вышпаклевал. Все вот это полностью. И вот это сейчас. Здесь вот посмотрите, как получилось красиво. Вот эту штучку, где проводка, вот это все вышпаклевал. Очень-очень красиво получилось. Ровненько и гладко. Вот. Вокруг розетки. Вот это вот. Видите, как получается. Сейчас я вам покажу. Вот так берешь шпатель с этим котяхом. Цей котях вот так вот сюда. Вот. А потом вот так проводишь. Вот. И потом добавляешь. Вот тут оно высохнет. И я вот так хорошо-хорошо пройдусь и сравняю. Понятно? Вот. Вот. Ну то есть. Вот здесь тоже дырку большую закрыл. Тут яма была. Но это я выровняю. Тут оно, в принципе, это ни к чему. Там будет лутка. Вот. Но вот это все сейчас буду выравнивать. Вот это ровнять не надо. Это пеной ставится откос. То есть это глупо. Тут не надо ровнять. Оно ни к чему. Вот. Досюда до обоев. И даже обоев немножко оставлю лишнюю бумагу. Знаете? Потом ее можно завернуть туда под лутку и все. Потому что дверь может быть уже, чем этот проход. Все. Уйди, нажрись мне еще раствора тут. Ты что, хочешь чтобы стояние Зои было в тебе? Иди отсюда. Похламуй. Вот это я буду на уголок. Сейчас уголок сюда ставить. Вот эту штуку. Пластиковый уголок. Я на угол накидаю. Здесь, в общем, получилась вот такая стена. Вот это все выровнял. Вот. Вот тут сверху выровнял. Вот тут все выровнял. Тут все ровно. Буду клеить. Вот здесь, конечно, самое проблемное место. Проблемная зона. Сделаю. Вот здесь вставил уголок. И получится вот такая штучка. Вот она будет ровненько. Вот это сейчас все вышпаклю. Вот эту сторону. Буду очень-очень ровно. А тут я лоханулся, выкинул. У меня были обрезки уголков. У меня остался только вот такой маленький уголок. А я два выкинул. Думал, не надо будет вынес. Сашка приезжал, я взял и выкинул. Вот сейчас бы я вставил сюда уголок, и было бы все ровно. А то мастико. Вот тут выровняю и буду ровненько. Бачите такие дырки пока. Это все сделаем. Все, этот угол вышпакливал. Гляньте, какой ровный получился. Вот тут загиб. Загиб краснок. Все. Гляньте, как вообще лабенько. Блысты прямо. Вообще не видно ни перепада, ничего. Так ровно. Полукругом сделал. Очень красиво. Вот из старых заначек нашел вот такой уголочек. И еще у меня есть вот такие вот уголки. Вот этот, ну это просто обрезанный. Такой же самый уголок железный. Я раньше ставил его вот здесь вот в ванну, когда делал потолок. Вот сюда я вставлял эти самые уголочки, вот эти железные. Вот. Поэтому у меня остались. И я сейчас из вот этого, этого сделаю красивую ровную штучку. Вот тут я все сделал, я показал. Вот здесь тоже уже я зашпакливал. Вот. Вот это все ровно. Там где была дверь. Вот. А тут подровнял немножко. Тут была ямка. Вот. И сейчас ставлю вот сюда уголок с одной стороны и с другой. У меня будет острая штучка и подровняю и сведу его. Чтоб ровненько было. Так. Вот один уголочек уже вставил. Видите, вот с этой стороны. Оно, конечно, немножко как дресня. Тут большой слой. Там сбит кирпич. Вот здесь вот я много наложил. Вот. Вот этот вообще мне так нравится идеально. Ровная получилась вот эта стенка. Вот на кухню. Тут оно зашпакливается. Тут вообще, знаете, вот ровный-ровный уголок. Конечно, оно будет красиво. С уголочками. Потому что шпателем можно, но это долго мудрится надо с этим. Вот. Сейчас я вот этот уголок вставлю вот сюда. Его уже примерил. Он подходит. Вот сюда его всуну. А потом вот это все заполню. И получится потом увидеть, а что. Вот смотрите, сколько получается работы перед обоями. Ужасно много работы. Но другого выхода нема. Зато потом я сделаю. Я буду спокоен, что я сделал качественно. Что не будет у меня к самому себе. Знаете, что я губы накрасила, а внутри все сгнило. Вот. Вот тут вообще угол шикарный получился. Все хорошо. Хорошо. И здесь вот выровнял. В общем, отлично. Не знаю, мне очень нравится. Вставил вторую полоску. Вот сейчас вот это вот заделываю. Видите, тут уже заделано. Вот оно подровняется. Будет ровная-ровная-ровная палка. Видите, как хорошо с уголочками работать. Вообще супер. Вот будет ровный угол здесь сведен. В общем, все. На вот этой ноте буду заканчивать. Буду сейчас доделывать этот уголок. Вот он. Я думаю, что получается очень хорошо. И скоро уже мой коридорчик облагородится. Будет уже красивый. Так что, немножко подплентусами подмажу. Уже завтра или вечером сегодня. Наверное, завтра с утра прогрунтую все. И наклею обои завтра. То есть, завтра мы на коридор. Будем в обоих. Аминь. Все. Пока. В общем, все доделал вот эту штуку. Получился такой угол. Ну, чуть-чуть надо, чтобы оно подсохло. Вот здесь сверху. И тогда я уже подровняю. Вот так оно получилось. Вот здесь я положил. Запрятал эту. Вот тут подровнял очень хорошо. У меня аж бристит оно ровно стало. Вот здесь тоже доделал. Видите, ровно-ровно стало вот эта штука. То есть, вот это не важно, что оно. Это будет тут обналичник. Оно не дойдет сюда. Просто я выровнял вот эту штуку. Очень красиво, гладко получилось. Все. И вот там вот этот засохнет сверху. Я доделаю. Это зайчик пися в лоточек. Такой серьезный стоит. Ох. Такая котяра. И сильный зайка. Ох. Ох. ư. Ох. Ох. Продолжение следует...